В этом видео мы поговорим об итальянской премиум пряжи BBB Filati Full. Когда берешь ее в руки, ощущается настоящее итальянское качество. Нить как будто сама скользит по инструменту и выкладывается в ровные петельки. Но готовьтесь к тому, что начав вязать крупный проект, вы столкнетесь с множеством узлов. Поэтому логичнее использовать эту пряжу для мелких зимних аксессуаров. Честно говоря, я ожидала от пряжи большего. Чтобы ваши труды не были напрасными, очень важно, аккуратно. Я рада вас всех приветствовать. На нашем канале с вами магазин рукоделия Candy Yarn и я Яна. В этом видео мы поговорим об итальянской премиум пряжи BBB Filati Full. Дорогие подписчики, в этом видео у нас для вас сюрприз. Досмотрите нас до конца и вы узнаете подробности. Моточки 50 грамм 90 метров и состав 100% мереносовая шерсть Superwash. Когда берешь ее в руки, ощущается настоящее итальянское качество, начиная от этикетки и заканчивая самой нитью. Она равномерная по всей длине, хорошо пружинит и практически не имеет ворсы. Состоит из 8 частей, плотно скрученных между собой. Вяжется эта пряжа легко, быстро и с удовольствием. Нить как будто сама скользит по инструменту и выкладывается в ровные петельки. И все благодаря ее мягкости и нежности. Для работы производители рекомендуют использовать спицы 5-5,5. Когда я тестировала пряжу, я связала образец спицами 5. Мне не понравилось. Получилось очень редкое полотно. После этого я взяла спицы 4,5 и связала образец на этом размере. После того, как я постирала, образец в мокром состоянии увеличился на 2 см в ширину и в высоту. После высыхания высота стала на место, а ширина увеличилась на 1 см от исходных данных. Конечный результат мне понравился. Полотно получилось мягким, упругим, с не спадающим, поэтому он отлично подойдет для свободных вещей, либо для шарфов. Для более плотных изделий я бы вам порекомендовала спицы 3,5. Полотно такое же мягкое, упругое, но более теплое и непродуваемое. Такой вариант больше подойдет для шапок, митинок, варежек или манишки. BBB неплохо держит резинку и отлично смотрится в косах, оранах и теневых узорах. Что касается крючка, производитель нам рекомендует использовать крючок номер 4. Да, я использовала номер 4 и связала образец столбиками с накидом. Полотно получилось просветами, а значит менее теплым. Кроме того, нужно учитывать, что крючком уходит больше пряжи, поэтому ваше изделие будет тяжелым и может вытянуться под собственным весом. Честно сказать, для крючка я бы эту пряжу не использовала. Теперь пару слов о палитре. Все цвета красивые, трендовые, нейтральные. Можно подобрать тона, которые красиво сочетаются между собой. Что можно связать из этой пряжи? Практически можно связать все, что угодно, любую зимнюю одежду. Но готовьтесь к тому, что начав вязать крупный проект, вы столкнетесь с множеством узлов. И учтите, что в самом мотке могут попадаться фабричные узелки. Поэтому логичнее использовать эту пряжу для мелких зимних аксессуаров. Это шапки, шарфы, варежки, митинки. Либо связать детское изделие. Пряжа деликатная, поэтому требует деликатного ухода. Производитель нам рекомендует использовать температуру воды 30 градусов, ручную стирку и сушить в горизонтальном положении. Утюг использовать на средней температуре. От себя хочу добавить, что нужно использовать специальное средство для стирки или шампунь. Ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать и доставать из воды расправленное изделие. Особенно это касается первой стирки. После этого вы можете стирать вещи в стиральной машине на деликатном режиме. Чтобы ваши труды не были напрасными, очень важно аккуратно раскладывать изделие перед сушкой, не растягивая его. После высыхания оно примет ту форму, которую вы ему придали. Теперь пару слов о расходе. Например, на шапку, связанную резинкой, спицами номер 4 с отворотом, вам достаточно будет двух мотков. На варежке тоже пойдет два мотка. На шарф 20 на метр 20 у вас будет расход 5 мотков. Если вы захотите связать джемпер, например, на размер 46-48, вам достаточно будет 12-14 мотков. Все зависит от того, какой номер спицы вы возьмете. Теперь резюмируем все вышесказанное. Честно говоря, я ожидала от пряжи большего. Но плюсов у нее все равно больше, чем минусов. Она мягкая, теплая, эластичная. Не колется, не пеленгуется. Легко и быстро вяжется. Имеет красивые цвета и отлично смотрится в любых узорах. Обладает высокой термоизоляцией и поддерживает температуру тела без перегрева. Минусы. Растягивается после стирки и не годится для вязания крупных вещей. Имеет короткий метраж и неэкономичный расход. Также в мотках могут встречаться узелки. А теперь мы переходим к сюрпризу для наших подписчиков. Я хочу разыграть эти 10 мотков. Цвет 1708. И условия очень простые. Вы должны быть подписаны на наш канал, поставить лайк этому видео. И в комментариях написать, какую бы пряжу вы хотели видеть в наших дальнейших обзорах. Победителя мы выберем через месяц случайным образом, при помощи онлайн сервиса. Участвуйте в конкурсе, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Всем пока и сладких вам петелек!